Спасибо большое, добрый день, уважаемые коллеги. Конечно, уместнее было бы мне выступать после доклада Ларисы Санны, но так получилось, ничего страшного в этом я не вижу. И тем более, что многие из присутствующих в зале сегодня услышат то, о чем мы уже говорили, и начинали мы разговор наш с конференции 21 числа, и поэтому, наверное, мое сообщение, как бы возможность подытожить тот разговор, который мы начали 21 числа. Я хотел бы с вами поделиться впечатлением о новых возможностях таргетной терапии очень тяжелой группы больных радиотрефрактерным дифференцированным метастатическим раком щитовидной железы. Уместно вспомнить тот факт, что все гистологические типы рака щитовидной железы, будь то папиллярный, фолликулярный, медулярный, анапластический, недостаточно отвечают на традиционную системную полихимиотерапию. И известный факт, что золотым так называемым стандартом в лечении метастатических форм дифференцированного рака щитовидной железы, конечно же, входит в проведение радиотерапии. Но также нам известен и тот факт, что те таргетные препараты, так называемые ингибиторы теразинкиназ, недостаточно полностью исследованы, продолжаются эти исследования во всей популяции больных раком щитовидной железы. Если говорить о полихимиотерапии распространенных форм рака щитовидной железы, вы видите на этом слайде те схемы монотерапии, полихимиотерапии, известными препаратами, включающие адрамицин, либо с включением препарата производной платины. Об этом мы обсуждали, и все в один голос химиотерапевты говорят о том, что проведение химиотерапии распространенной форм рака щитовидной железы не целесообразно, учитывая малый процент эффективности и высокий риск получить как гематологические, так и гематологические осложнения. Поэтому сегодня мы говорим, если говорим о дифференцированных формах рака, мы говорим о лечении хирургическом плюс радиоактивном йоде. И понимая тот факт, что даже с наличием метастазов вплоть до отдаленных мишеней при дифференцированном раке щитовидной железы, мы вправе ожидать достаточно высокие результаты лечения данной группы больных. Из 8,5 тысяч выявленных пациентов в дифференцированном раке щитовидной железы у нас в Российской Федерации около 2 тысяч пациентов имели показания для проведения радио-йод-терапии. Я говорил об этом, что это входит уже как в золотой стандарт. Однако надо помнить, что, к сожалению, и радио-йод-терапия не всегда приводит к положительным результатам, и около 50% пациентов метастатическими формами дифференцированного рака не отвечают на это лечение. Незначительная подгруппа этих пациентов, которая не накапливает в опухоли радиоактивный йод, конечно, переходит в очень тяжелую группу пациентов с так называемым радиорефрактерным раком щитовидной железы. Что это за группа? Это примерно 5 до 15% больных в абсолютных числах. Это от 150 до 180 человек примерно. Но это не абсолютные цифры, что обязательно в год должны такие-то цифры быть. Это плавающие цифры. Больные рефрактерность могут получить в течение полутора-двух лет и так далее и тому подобное. Но как бы то ни было, эта группа накапливается, она есть, и вот эта потеря способности накапливать йод коррелирует, конечно, с выживаемостью, потому что выживаемость ожидаемая очень низка, и больные не переживают трех лет динамического наблюдения. Что делать? Да, остается только уповать на системную терапию. О полихимиотерапии мы поговорили, она малоэффективна. А что с собой представляет современная системная терапия? Это, конечно же, лечение таргетными препаратами, так называемыми ингибиторами тирозин-киназ. Это достаточно уже большая группа препаратов. Мы видим на этом слайде, что из себя представляют эти мультикиназные ингибиторы, которые воздействуют как на пролиферацию опухолевых клеток, так и на ангиогенез. Мы видим цели, как блокируются, какие мишени блокируются тем или иным препаратам. Я из этой группы таргетных препаратов хотел бы выделить два из них. Это сарафиниб, наиболее известный нам в Российской Федерации. И известен тот факт, что с 2013 года этот препарат зарегистрирован у нас в Российской Федерации как препарат, который должен применяться при лечении данной группы больных. И молодой, так скажем, препарат, который с декабря 2015 года был зарегистрирован у нас в Российской Федерации. Это ленватинид, ленвима. Вот об этих препаратах я сегодня так хотел бы сказать крупными мазками. У нас время мало. Мы говорим о мультикиназных ингибиторах. И вот, в частности, сарафиниб — это первый препарат. Опыт уже достаточный у нас в Российской Федерации. И ленватиниб. Что это за препараты? Они показали свою эффективность при проведении международных рандомизированных, копирированных слепых плацебо-контролируемых исследованиях. Сарафиниб исследовался, исследование получило название «Десижн». Мы посмотрим, что за результаты этого исследования. Ленватиниб в исследовании «Селект». И вот эти исследования и «Десижн» по применению сарафиниба показал эффективность данного препарата, что позволило уже в 2014 году, опубликованы были первые результаты в 2013 году, в 2014 году уже рекомендации НСЦН включают сарафиниб как препарат, который рекомендуется применять в группе лечения больных радио-иотрефрактерным раком. И оговариваются, разговор идет о других ингибиторах тирозинкиназ, потому что исследования уже начались. И в частности, как раз в 2015 году были опубликованы результаты «Селект» по изучению эффективности ленватиниба. И уже в 2015 году рекомендации НСЦН дают нам право говорить о том, что ленватиниб предлагается как эффективный препарат в лечении данной группы. А сарафинибы вы видите точки приложения данного препарата. Что за исследование DECISION? Это дизайн исследования. Две группы пациентов, которые получали препарат Мексавар, вторая группа получала плацебо. И больные мониторировались до наступления прогрессирования. Прогрессирование оценивалось независимой группой экспертов каждые 8 недель. И при установке прогрессирования метод расслеплялся, открывался конверт и смотрели, какой препарат получал тот или иной пациент. Если пациент получал Нексавар, этот пациент продолжал лечение на Нексаваре. И только в зависимости от того, были ли нежелательные явления, можно было коррелировать дозу препарата. А если пациент получал плацебо, то он мог переводиться на применение препаратом Нексавар. Какие результаты мы получили? Получили не мы, я не участвовал в этом исследовании. Исследователи DECISION, к сожалению, полных ответов не было получено. Однако, частичные ответы мы видим. 12% плюс 42% стабилизации процесса. Это уже говорит о многом. И мы на этом слайде как раз и видим этот график, который показывает, что в группе пациентов, которые получали Нексавар, выживаемость в два раза выше, нежели контрольной группе с плацебо, в два раза. Общую выживаемость не получили. Она не получена и по обновленному анализу DECISION. Потому что в первую очередь нужно говорить о том, что пациенты из группы в группу переходили. Очень сложно оценить эту ситуацию. Мы видим на слайде, как реагирует масса опухоли на применение препаратом Сарафениб, как серьезно уходит, регрессирует опухоль по сравнению с плацебо. Обновленный анализ DECISION показал пользу препарата в зависимости от статуса БИРАФ мутации либо дикого типа. Так вот, наличие мутации БИРАФ не является прогностическим фактором в пользу терапии Сарафенибом. Также можно говорить о мутации РАФ и дикого типа. Либо эта мутация РАФ не является независимым прогностическим фактором безрецидивного периода. Это примеры ответа на применение Нексаваром. Наш коллега из Италии, Фолиопатини, нам дает такие примеры клинические. Мы видим, как уходят метастазы у данного пациента, исходные метастазы у другого пациента. Начальная доза, это стандартная доза, 800 мг в сутки Нексавар, получается 400 мг два раза в день. Однако дозу можно калилировать, уменьшать в зависимости от нежелательных эффектов. Это нетаргетный метастаз, метастаз в кости таза. Однако тоже мы видим эффект от применения данного препарата. Профиль безопасности достаточно удовлетворительен, хорошо препарат переносится, однако часто очень проявляются ладоноподошвенные кожные реакции, диарея, лапицея. Однако проявление этих нежелательных явлений сегодня говорим как предикторы ответа на применение этого препарата. Выводом decision можно говорить о том, что терапия препаратом серафинип показала впервые, мы впервые получили этот препарат эффективный в группе лечения тяжелой группы больных радио-йод рефрактивным раком. Сегодня мы говорим уже о втором препарате линвотенип. Исследования опубликованы, результаты селекта опубликованы в 2015 году. Также делились на две группы пациентов, которые получали линвотенип, вторые плацебо. Все примерно так же. Мы видим, это параметры пациентов. Но о чем хотелось бы сказать, что при проведении исследования селект включались пациенты в это исследование, которые до этого уже могли получать или получали таргетное лечение. Если серафинип, когда исследовался, эти пациенты исключались из исследования, то в селект вошли пациенты, которые до назначения линвотенипа получали уже какую-то таргетную терапию. Но учитывая тот факт, что, как показали предыдущие исследования второй фазы, препарат дает нежелательные явления в виде повышения артериального давления, поэтому почти очень высокий процент пациентов уже получал гипотензивные еще средства при этом. Что мы получили? Вот этот слайд говорит о том, какие препараты таргетные получали пациенты в этой группе при исследовании селект. Серафинип, суникинип, пазапонип. А это препараты, которые понижают давление АПФ и бета-блокаторы. Конечные точки исследования – это безрецидивная выживаемость, которая, как показали, достаточно высока. Она дала выше результативность, нежели при серафинипе. 15 месяцев к 2,5 месяцев – это очень серьезные показатели, которые получили при исследовании селект. При этом, обратите внимание, если при применении серафинипа не было отмечено полных регрессий, то при применении ленватинипа отмечены полные регрессии, плюс частичные регрессии и так далее и подобное. И ответ – 80% ответов. Это очень хорошие результаты исследования. И вот как работает ленватинип, как идет регрессия опухоли при применении этим препаратом и по сравнению с применением плацебо. Общая выживаемость также была не достигнута, потому что известный уже вариант перехода пациентов из группы плацебо в группу с препаратом, понятное дело, и даже по обновленному анализу общей выживаемости пока не достигнута. Новый обновленный анализ «Селект» показывает, говорит о том, что предшествующая таргетная терапия не повлияла на эффективность ленватинипа. Мы видим результаты в этой группе пациентов, серьезные показатели выживаемости. По гистологии, будь это популярный аденокарцином, будь это фолликулярный аденокарцином, также не повлиял гистологический вариант, не повлиял на результативность этого препарата. Клинические ответы наши коллеги из Обнинска приводят эти клинические примеры эффективности данного препарата и время общей продолжительности без прогрессирования в пределах 35 месяцев. Я вам показал слайд, в котором говорится о том, что медиана выживаемости в группе пациентов, которые получали ленватинип, оказалось 18,3 месяца. Совершенно намеднее, в июне месяце в Чикаго проходил конгресс АСКО, на котором были озвучены последние результаты, обновленные результаты Селект, которые показали, что медиана продолжительности выживания без прогрессирования оказалась не 18,3, а 19,4 месяца. И медиана прослеженности пациентов 30 месяцев. Это самые высокие показатели результативности препарата данной группы на сегодняшний день, который имеет. Это ленватинип. Можно и нужно совершенно четко понимать, что этот препарат может вызывать нежелательные явления, и в частности, это повышение артериального давления, с которым можно бороться. И мы в скором времени получим клинические рекомендации от наших коллег-кардиологов, как надо справляться с этой ситуацией. Второе нежелательное явление протеинурия, которое также можно контролировать совершенно спокойно. И заканчивая наш разговор, еще раз говорю о выводах, которые получили все лекты. Это очень хороший эффект, который был получен от препарата. И в заключении, это общие фразы, на которые нужно обратить внимание. Мы прекрасно понимаем, что некоторые низкомолекулярные таргетные препараты продемонстрировали свою эффективность. Исследования ведутся. Мы ждем новые препараты, вплоть до того, что ожидается всегда очень хорошо. Мы сейчас говорим о группе пациентов, которые не накапливают радиоактивный йод. Что делать? Все, йод-терапия уже закрыта, и нужно продолжать лечение системное. Но как хотелось бы нам всем восстановить ситуацию, когда опухоли в клетке вновь начнут накапливать радиоактивный йод. К этому ведутся работы, и скоро мы получим, наверное, такой препарат, после которого можно будет продолжать радио-йод-терапию. Посмотрим, поживем, увидим, но такие ожидания у нас есть. Два препарата зарегистрированы у нас в Российской Федерации, и поживем, увидим, мы ждем от вида этого лечения очень хороших результатов. Спасибо за внимание.